Жень, он вообще был большой на смешке. А если можно остановить, останови меня, пожалуйста. Он вообще прекрасно умел передать. Это такое счастье, это во всю жизнь такие беседы не забываются вообще никогда. Я хочу позвать Диму себе. А сейчас, да, пожалуйста, давайте. А потом вот Дима нам мысли Георгий Александровича транслирует напрямую. Да, пожалуйста. Давайте я серьезно. Добрый вечер, я хочу представиться. Я внучка Георгия Александровича, старшая, Маша. Я не Мишина и Лидина дочка. Я дочка старшей дочери дедушки Анны Георгиевны. Вот, вон мой папа сидит. Спасибо, что предоставили мне слово. Я скажу как внучка. Поскольку я внучка старшая, мне досталось больше всего от деда. Вот, у меня не было конкуренции в виде младших внуков, которых нас всего четверо. И я думаю, что я вот от него очень много взяла. То есть он мне привил вкус к изобразительному искусству, к литературе. Я мало грамотна, но все, что я знаю, это вот благодаря деду. Я нередко была у него в мастерской. Я не видела его работ, потому что они не были выставлены. Я их не помню. Вот ребенком я их не помню. Ну, как ребенком, да, подростком. Я видела его рисунки. Я очень хорошо видела Льона. Я, так сказать, понимаю, о чем вы говорите. Да, я понимаю, я видела, как он над этим работал. Он мне рассказывал. Он мне рассказывал, ну, по мере того, как я росла, да, он мне рассказывал, чтобы я понимала это в любом возрасте. Он меня возил по музеям всегда. Мы никогда не проходили без очереди, хотя, в принципе, у него был всегда с собой билет этот художественный, который давал право ему не стоять в изобразиловке. Мы всегда стояли в очереди зимой, и весной, и осенью. Вот. Он меня возил в Ленинград тогда еще, к Толе, к брату младшему. Вот. Он всегда находил в музеях, когда ходил со мной ребенком, да, он мне всегда рассказывал про все картины. Вот. И он всегда находил какую-нибудь молодую даму, который с удовольствием его слушал, потому что он совершенно завораживал, да. И когда мы поехали однажды в Павловск, он нашел такую даму с такими большими глазами, вот. И, значит, он проводил ее, мы, ну, экскурсию нам провел по Павловску, потом повел нас в столовую, накормил нас котлетами, и мы потом три дня у тети Люси, не выходя из дома, значит, эти котлеты переваривали. Я не знаю, что было с дамой, даму с нами не пошла. Ах ты, смотри. Вот. Ну что, ну... Она не пошла в столовую? Она пошла в столовую, но она не пошла с нами потом к тети Люси. Ну что бы не было. Тети Люси нас спасала бульонами, а что было с этой несчастной приезжей из Питердамы, я не знаю. Он был доверчивым человеком. Вот, ну, я не знаю, очень много, на самом деле, воспоминаний, связанных с дедом, но, наверное, вот о чем я хочу сказать, это о его сказках, на которых я выросла. Они напечатаны, я не знаю, знаете ли вы, наверное, очень... Да, да, да. У нас они есть, если... Не знаю. Не знаю. Кто-нибудь знает, не знаю. Ну вот я, я и моя подруга Катя на машинке напечатаны, с этими опечатками. Они есть в электронном виде. По-моему, у Сашки нету их? Вот. Нет. У них нет, потому что я никогда их печатаю. Они только у тебя есть. Они только у тебя, Маша. Маша, а нельзя их печатать? У них нет, их надо перепечатать, надо сканировать, надо распаковать. А можно перевести-то можно их в электронном виде? Ну хорошо. Это замечательные сказки. Есть сказки для самых маленьких, а есть сказка про Петю Лилипута, которая не для самых маленьких, а мы вот недавно с моей подругой читали, она тоже с детства как бы это все знает. Вот. И мы уже осмеялись, потому что там очень много сатиры, на самом деле, на тот период времени, когда это писалось. А вот. Ну... Лилипута лучше не надо. Мне его очень не хватает. И когда я... И ничего, что я не... Голос слышать очень тяжело. Я тогда слушала в записи передачу вот этого вот по радио Свободы, вот дома, и такое ощущение создавалось, что вот он рядом. Спасибо большое. Спасибо большое, что организовали. Спасибо большое, что вы помните. И я хочу сказать еще последнее, что я хочу сказать. Мы все, наверное, виноваты перед дедом, что когда он был жив, мы никто не знали, какой он художник. Да, я как бы, ну... Ну, он никогда... Распирировался. Да. Я... Ну, я понимала, как бы, ну, что я могла понимать, да? Когда я уже выросла, я уже понимала, я понимала, что он хороший весовальщик и так далее. Вот. Ну, мы, вот, родственники, все виноваты, что мы его при жизни, в общем, не оценили. Вот, что я хочу сказать. Спасибо. Нина, может, я добавлю? Конечно, пожалуйста. Вот на Машу дед, так сказать, отрывался, потому что когда он меня водил к музею, я был после этого презираем, потому что я сразу направлялся в оружейный зал и игнорировал произведения все остальные. И поэтому меня он не... Он пытался, пытался, честно, пытался меня мне привить вкус к искусству. Я читал-то я много, а вот с картинами было как-то... Ну, зато оружейный зал мне еще нет. А я отрываюсь сейчас на собственного мужа, которого вожу по музеям и пенсерваторию пытаюсь. Надеюсь, все-таки привить это нашей дочке. Катя, замечательно.